Дэнс-шоу «Новые победы». 24 ноября хореографический коллектив участвовал в пятом всероссийском благотворительном конкурсе «Звездное время». Очень хороший зал, очень хорошая сцена, профессиональное покрытие. Организация конкурса очень хорошая, нам понравилось на высоком уровне, все очень четко, по регламенту, по времени. Для самых юных участников конкурс проходил впервые. Дебютировали группы «Смайлики» и «Звезды» с совместным номером «Дорами». Дети очень долго готовились, я их настраивала на то, чтобы они работали серьезно, отрабатывали номер, что это очень важно, все хорошо сделать, думать о том, что они делают, поддерживать друг друга, помогать и не теряться на сцене. То есть мы даже отрабатывали разные перестроения в разных залах, в разных ракурсах, чтобы они не потерялись на новой сцене. «Они все собрались, настроились, очень хорошо выступили. Молодцы, я очень рада за них, за их первое выступление. И сразу очень хорошая оценка жюри. Лауреат второй степени с первого раза, это очень хороший результат. Я очень рада за деток. Будем дальше работать, будем ставить новые номера, будем выезжать еще. Детям очень понравилось, они довольны, у них очень много впечатлений. Они Москву посмотрели, как обзорная экскурсия у нас была. И Кремль увидели, но дети запомнили». Также в этом конкурсе участвовали солисты из группы «Космос», два дуэта и танец-трио группы «Калейдоскоп». «Первый раз у нас танцевали девочки «Калейдоскоп», тоже очень волновались. Мы его целый год учили и сразу получили лауреат в первой степени. Мы очень обрадовались, вообще здорово. Девчонки прям были в восторге от этого. Наш дуэт «Цвет и тень» мы уже второй раз на конкурс увозим, второй раз получает он высокую оценку лауреата первой степени. Девочки очень хорошо справились, молодцы. Также наши солисты выступали, четыре человека, и Муханова Алена, наша девочка из старшей группы, солистка, тоже очень здорово выступили, собрались. Я довольна этими выступлениями. Но на самом деле именно солистам выступать всегда очень сложно, и добиться самых высоких результатов довольно сложно. Поэтому то, что они завоевали лауреата второй и третьей степени, тоже очень высокая оценка, потому что лауреатство в принципе не дают просто так. Это надо заработать с тяжелым трудом. Поэтому я очень за них рада и горжусь. Самая юная участница, София Аганисян, дебютировала в дуэте с Егором Ильиным. Маленькая заводила. Ребята чудесно выступили, сорвали бурю аплодисментов и стали лауреатами второй степени. Скажи, тебе понравилось выступать на сцене? Да. А какой момент больше всего тебе запомнился? Когда я не стихнула. Трудно было выступать? Да. Долго готовилась? Да. Расскажи, а как тебе, что больше всего понравилось на сцене? Мне понравилось, что они нам хлопали. А ты переживала перед выступлением? Нет. А кто тебе больше всего помог выступить так хорошо? Сама выступила. Сама, умничка. Расскажи ты, пожалуйста, долго готовилась к конкурсу? Ну, чуть-чуть. А вообще дома выступаешь на семейных праздниках? Расскажи об этом. Дома? Да. Что больше всего тебе понравилось вот в этом концерте, на котором ты выступала? Когда мы танцевали до Риме танец. Конечно, ни одна поездка не обходится без чуткой поддержки любимой мамы. Это очень важно для любого человека, а особенно для ребенка. Нам очень понравился этот танец. Он очень полюбился детям, очень понравился, полюбился зрителям. И у Ольги Геннадьевны появилась такая идея отправить наших детей на конкурс. Детки там принимали участие из разных городов. И там очень много, наверное, порядка 80, наверное, было номеров. Наши дети выступали самые первые. Это был впервые конкурс для наших детей. То есть неожиданно для них это было. Они, конечно, очень сильно переживали, но они очень справились с своей задачей. На ура! Детки молодцы! В первую очередь, конечно, я увидела и заметила это волнение родителей. Как они переживали за своего ребенка. Они переживали и за чужого ребенка. Хотели всячески где-то кому-то чем-то помочь. Но дети, может быть, они в глубине души и переживали. Но они были молодцы. Они справились идеально с своей задачей, поставлены целью. Педагог молодец, хорошо поставил наших детей. Они очень уверенно себя вели на сцене. Трудно посчитать сейчас уже наши выступления конкурсные. И вообще выступления в городе на разных концертах, на всевозможных городских и выездных рядом, неподалеку. Но конкурсные... В четвертый год занимаемся, конечно, это уже наш не первый конкурс. И все это волнительно. Когда болеешь за ребенка, который... Особенно если знаешь, что какие-то сложные должны быть в танце элементы. Соответственно, с каждым танцем ребенок растет. И с каждым разом все сложнее и сложнее эти танцы. И, конечно, переживаешь за каждое выступление. Ну и наградой, когда получаешь какие-то уже призовые места. И когда ребенок рад, педагог доволен. Конечно, мы счастливы помогать детям в этом. Для меня это было неволнительно, потому что там было спокойнее, чем в других конкурсах. А вот как все-таки, когда больше переживает артист? Перед выходом на сцену или когда уже вышел и начал выступать? Перед выходом на сцену. Впереди много планов, конкурсов и репетиций. Пожелаем коллективу побед и новых достижений. Мы хотим поблагодарить нашего педагога Ольгу Геннадьевну за то, что она учит наших детей труду, добиваться своей цели, работать в команде. Они молодцы, они очень дружные и хороший коллектив. 23 ноября в городе Луховицы прошел 11-й международный конкурс фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок». За победу боролись 30 коллективов, в том числе и студия современного танца «Шарм» Дома молодежи под руководством Христины Новинкиной. Конкурс безумно сложный для нас был. Мы две недели назад, получается, ездили на другой конкурс, то есть очень пробежиток маленький. И если там было немножко полегче в плане конкурсантов, то здесь очень было жестко, строго и очень много народа было. Мы из 30 номеров 28 выступали. То есть мы и просмотрели всю программу, и, конечно же, нас где-то подстегнуло, где-то зарядило, но когда я лично за себя могу сказать, я видела и детей, которые выходили на сцену со мной, это было очень сложно, потому что это ожидание, этот период ожидания, он был сложным. Члены жюри оценивали артистизм, оригинальность, новизну, образ и характер, а также композиционно-музыкальное решение. Ребята справились на 100%. Если даже в Пушкино мы ездили немножко, у нас были там моменты, мы первый раз выставляли тот номер, то здесь мы уже его за эти две недели подогнали. И если туда ездило 28 человек, то здесь уже было 36 человек ездило. То есть большая команда. И у нас такой был маленький нюансик, мы выступали сначала на сцене, потом ходили с боков, еще вторая половина, и уже перед сценой танцевали. Это наш как фишка, концерт наших отчетных везде. Да, и в общем, когда было объявление результатов, на самом деле мы ждали большего, ну, наверное, мы зарядились на большее, мы считали, что мы больше заслужили, потому что действительно аплодисментов было столько, нам свистели, кричали молодцы, вообще чужие люди. То есть конкурсанты, наши соперники, просто было очень аплодисментов, целый шквал. И когда уже объявили второе место, то есть да, это классно, это здорово на самом деле среди такой программы. Это, ну, достойно уважения и поклона, но мы, конечно, большего ждали. Но мы бы довольны, на самом деле. Дети обрадовались, мы обрадовались. Единственное, что момент такой, небольшой нюанс. Программа немножко построена по-другому, нежели на конкурсе, когда мы ездили, на другие конкурсы, там, от танцевали наградили, от танцевали наградили. А здесь такая огромная программа, в которой ты ждешь, ты переживаешь, ты нервничаешь. Стать победителями конкурса танцоры смогли только благодаря слаженной работе всего коллектива. Второе место наше. Мы с достоинством в честь, диплом лауреата второй степени получили. Первого места не было. Далее сразу гран-при, собственно, ребятам из города Луховица, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас у меня в голове каша такая большая, потому что это такой эмоциональный подъем у нас. В этом учебном году мы уже съездили на два конкурса, привезли два вторых места. Это здорово для нас. Вот впереди у нас еще один конкурс. Довольно-таки мы сейчас не будем раскрывать все карты. Я надеюсь, что у нас все получится, но он довольно-таки такой очень еще выше на ступень, чем вот куда мы ездили. Да, я надеюсь, что у нас все получится. Студия восточного танца «Ла Мисс» под руководством Елены Вилковой приняла участие в фестивале-конкурсе восточных танцев «Сказка Востока». Этот фестиваль-конкурс проводится уже много лет, регулярно, два раза в год, осенью и весной. Приняли мы участие 17 ноября в двух номинациях. Это эстрадная песня. Заняли мы в этой номинации второе место. И в номинации «Фольклор» с танцем встречали мы заняли третье место. Мы очень любим этот конкурс, поскольку туда приезжают коллективы со всего Восточного Подмосковья. Вот на этом конкурсе, да, 17 ноября, который проходил, приняли участие 20 коллективов. Из таких городов, как Орехово-Зуево, Ногицко, Электростан, Павловский посад, Железнодорожный, Реутов, Палашенко. Мы показываем себя, и, конечно, мы хотим посмотреть на других девчонок, да, чего они достигли. И для нас это такой способ творческой самореализации. Каждая женщина, она артистка, актриса, и хочется показать себя, какая она красивая, какая она талантливая. Вот мы таким образом реализуем свои желания, способности. Выступление танцоров оценивала судейская бригада, имеющая судейскую квалификацию в танцевальных организациях как на территории России, так и за ее пределами, и выступление электрогорских танцовщиц не оставила равнодушными ни зрителей, ни жюри. Студия восточного танца «Ламис» существует на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер», и ее двери открыты для всех желающих. Я на восточном танце хожу с декабря 2016 года. Мне очень нравится, так как я давно мечтала заниматься танцами. В детстве у меня не получалось заниматься, потому что я высокого роста, меня никуда не брали, к сожалению. Сейчас такая возможность есть, я этим рада. Получаем здесь положительные эмоции. Моя вторая семья, мы есть дружа. Я не знаю, столько радости приносят на конкурсе. Это адреналина такой прям, я не знаю. То есть, плористных эмоций очень много. Записаться в студию танца можно по телефону 307-34. Руководитель Елена Вилкова.